О сахарном диабете было известно еще в древнем Египте, но до конца 19 века от него не было никакого лечения. Хотя даже тогда врачи не могли предложить ничего, кроме диеты с голоданием, во время которой пациенту можно было только кофе и виски, чтобы притупить боль. Сегодня мы знаем, что диабет это хроническое заболевание, которое влияет на то, как наше тело превращает еду в энергию. Диабет приводит к высокому уровню глюкозы в крови, а также может нанести ущерб почкам, сердцу и глазам. Есть два типа диабета. У взрослых обычно обнаруживается диабет второго типа, который может быть вызван ожирением. И в этом случае похудение снимает некоторые из симптомов. А у детей обычно обнаруживается диабет первого типа. Для них диеты с голоданием опасны, так как их тело должно расти. Ограничение в еде все же могло продлить их жизнь. Но, к сожалению, от непоправимого ущерба почкам, жидкости в легких и неизбежной комы, большинство детей с диабетом жили от полугода до года. И доктор Фредерик Бантинг решил, что ему удастся изменить ситуацию в лучшую сторону. Я тут немножко приболел, это слышно по моему голосу. Но ваши лайки и подписки, если вы сделаете их прямо сейчас, должны меня исцелить. Спасибо. Бантинг был хирургом, получившим ускоренное образование, чтобы стать полевым медиком во время Первой мировой войны. И стоит отметить, что Бантинг не был исследователем. Поэтому, когда он пришел к главному эксперту Университета Торонто по диабету Маклеаду, и предложил эксперимент по изучению скопления специальных клеток в поджелудочной железе, не разрушая их, предложение было воспринято с безразличием. А это было очень важно, потому что эти скопления клеток считались источником субстанции, которая называется инсулином, и которая, как считалось, была важна в лечении диабета. Бантинг изложил свой план. Нужно взять здоровую собаку и хирургическим путем сделать так, чтобы от ее поджелудочной железы остались только скопления этих клеток. После этого нужно позволить инсулину накопиться, чтобы получить экстракт, и затем вколоть его другой собаке, которая искусственным путем получила диабет после полного удаления поджелудочной железы. И на протяжении всего эксперимента ученым нужно следить за уровнем глюкозы в крови этой собаки. Мак Леот считал бантинга недоучкой, но после трех совместных каток в мир кораблей согласился на все. Да и как тут откажешь, когда в твоем распоряжении флот 13 наций, в том числе и британский? Недолго думая, эти два джентльмена взяли в командование крейсер Минотавр и Линкор Конкирор, потому что хорошо знали, как идеально эти корабли работают в связке. Бой начинается, и первым на точку стартовал крейсер. Зайдя за линию захвата, он тут же прожимает РЛС и обнаруживает затаившийся неподалеку вражеский эсминец. А это значит, что поблизости могут быть торпеды. Но и это не беда для Минотавра, ведь он их легко увидит с помощью гидроакустического поиска и заранее предупредит союзников об опасности. В это время Конкирор уже навел на цель свои 12 419-мм пушек, которые не то что от эсминца, от любого бронированного линкора живого места не оставят. А уж мощный ПМК британца дождет то, что секундой ранее называлось вражеским кораблем. История, конечно же, вымысел, но я уверен, Бантинг и Маклеот оценили бы мир кораблей по достоинству. Так что не медлите и регистрируйтесь в игре по ссылке в описании. Забирайте подарки и вперед к победам! Маклеот считал Бантинга недоучкой, но после трех встреч все-таки согласился. Он позволил Бантингу использовать лабораторию, а также дал ему в ассистенты студента Чарльза Беста. Так появилась одна из самых скандальных исследовательских команд. Маклеот считал, что Бантинг имел лишь поверхностное представление о поджелудочной железе, полученной из книжек, и что военный хирург будет лишь портить эксперименты. А Бантинг считал, что Маклеот подрывал эксперимент тем, что недостаточно спонсировал проект. Ни Бантинг, ни Бест не получали зарплату. Лаборатория была в ужасном состоянии. Не было денег, чтобы нанять ассистента, который бы заботился о собаках. После того, как несколько собак умерли, Бантинг и Бест были вынуждены покупать новых на черном рынке. Но, несмотря на все трудности, они достигли результата. Они показали Маклеоту, что экстракт из поджелудочной железы можно использовать для лечения диабета у собак. И тогда он повысил финансирование проекта, а также позволил Бантингу взять еще одного исследователя Джеймса Коллипа, который должен был помочь очистить экстракт от примесей. А еще они поняли, что могут извлекать инсулин из говяжьей поджелудочной железы, купленной на скотобойнях, а не из специально подготовленных собак. Несмотря на успехи, Маклеот вынуждал их проводить эксперименты снова и снова, потому что перед публикацией результатов он хотел быть уверенным на все 100%. Это очень злило Бантинга. В итоге, в 1921 году, статья о новой находке была опубликована. Это стало громким событием. Родители требовали нового лекарства для своих детей, а Маклеот сначала отказывался проводить эксперименты на людях. Но после споров и руганий он все-таки уступил. 11 января 1922 года в поликлинике Торонто 14-летний пациент Леонард Томпсон получил первую в мире инъекцию инсулина. Но уровень глюкозы в его крови не упал. Зато в месте инъекции появился отек. Опасный побочный эффект. Дальнейшее лечение пришлось прервать. Команда решила, что экстракт просто недостаточно очищен от примесей. Тогда Колеб разработал новый метод. И, наконец, через неделю, 19 января, смог получить чистый инсулин. Но он не стал рассказывать остальной команде, как он это сделал. По всей видимости, после этого ученые реально подрались на кулаках. Колеб оказался на полу и все рассказал. 23 января пациент Леонард Томпсон получил вторую, чистую инъекцию инсулина. В течение часа уровень сахара в его крови упал. Буквально за мгновение больной почувствовал себя гораздо лучше и стал лучше выглядеть. Обрадовавшись, команда сделала больше инсулина и понесла его в палаты к диабетикам, где в диабетической коме лежали 6 детей. Когда они делали инъекцию последнему пациенту, первый пациент уже вышел из комы. Это было чудом. Чудом, которое Бантинг, Бест, Маклеот и Колеб продали государственной лаборатории Канады за огромную сумму в 1 доллар. Они договорились не наживаться на этом открытии. Каждый из них получил государственные награды, однако их споры на этом не закончились. Наоборот, слава и признание лишь усугубили конфликт. После первых успешных исследований на пациентах, Маклеот пригласил больше исследователей в проект, чтобы подтвердить безупречность результатов, прежде чем рассказывать о них миру. Возможно, это действительно нужно было сделать, но он достаточно плохо все организовал и, по сути, понизил Бантинга и Беста в должности. Теперь они просто извлекали инсулин для исследований. Считается, что он даже не рассказал им о результатах экспериментов. Бантинг принял это близко к сердцу и считал, что Маклеот таким образом принижал его заслуги и хотел все выставить так, будто вся проведенная работа это заслуга Маклеода. А вы помните, что Бантингу изначально вообще-то пришлось заставлять Маклеода, чтобы тот хотя бы начал этот проект. Однако теперь им еще нужно было понять, как производить и распространять этот чудесный препарат в больших количествах, потому что старательно вручную приготавливать дозу для каждого пациента в мире не вариант, ведь пациентам требуются регулярные инъекции инсулина на протяжении всей их дальнейшей жизни. Именно для решения этой еще более сложной задачи Маклеод и нанял больше исследователей. Но пока Бантинг пытался всем доказать свою роль в исследовании, а Маклеод сам выступал на публике с презентациями находки, потому что считал Бантинга ужасным оратором, у Колипа перестало получаться очищать инсулин. Чтобы производить большее количество доз, команда поставила новое оборудование, и что-то в этих новых устройствах было не так. Процесс очищения теперь всегда заканчивался неудачей. После эмоционально напряженных двух месяцев, они обнаружили, что проблема заключалась в процессе нагревания. И после решения проблемы с температурой, им удалось сделать количество препарата, достаточное для клинических исследований. Но не более. Даже работая с Канадской государственной лабораторией Канаута, им не удавалось произвести достаточно инсулина. Им нужен был партнер с большими производительными мощностями. И такой вскоре появился. Партнерство предложила фармацевтическая компания. Вместе с ее учеными они стали решать проблемы, связанные с производством больших партий препарата. Сначала эффективность препарата варьировалась от партии к партии, что могло быть опасно. И к тому же препарат быстро портился. Однако за несколько месяцев обе эти проблемы были решены. Была создана более чистая и более стабильная форма инсулина. На фоне всего этого продолжалась ссора о роли каждого члена команды в исследовании. Бантинг стал продвигать в прессу историю о том, что он был центральным лицом в исследовании. А Маклеот и Колеб участвовали по минимуму. Маклеот сначала был выше всего этого. Но когда он услышал, что команду номинируют на Нобелевскую премию, он стал публично давать отпор тому, что он называл извержениями Бантинга. Все зашло так далеко, что университет попросил Бантинга, Маклеота, а также Беста, описать свои версии открытия. Университет хотел совместить эти версии и создать из них общую историю открытия. Но эта попытка провалилась. А общественная компания Бантинга увенчалась большим успехом. Его превозносили как гениального ученого. Его позвали на встречу с королем Георгом V. Его исследования теперь спонсировались государством, а также ему дали государственное пособие на всю оставшуюся жизнь. А затем ему была выдана Нобелевская премия. Ну, одна на двоих с Маклеодом. Угадайте, кто был в ярости? Оба. Бантинг был расстроен тем, что ее дали Маклеоду, но не дали Бесту. А Маклеод был расстроен, потому что ее не дали Коллипу. Бантинг даже угрожал отказаться от награды. Но один из его друзей спросил, «Ты реально откажешься от первой в истории Канады Нобелевской премии?» Тогда Бантинг принял награду, но поделился призовыми с Бестом. Маклеод, в свою очередь, поделился своими призовыми с Коллипом. Однако нормализации отношений это не способствовало. Нам со стороны кажется, что неважно, кто сыграл большую роль в исследовании, потому что каждый из них внес значимый вклад. Бантинг дал идею и увлеченность. Маклеод занимался менеджментом и распределением ресурсов, а выступал на конференции он, потому что был единственным из команды, кто являлся членом Ассоциации Американских Врачей. Бест занимался экспериментами, а Коллип очищением полученного экстракта. У всех была своя важная роль. Обнаружение инсулина стало великим открытием. Больные диабетом дети смогли продолжить свою жизнь. В 1922 году Элизабет Хьюз, дочь американского статс-секретаря, которая в 14 лет весила всего лишь 20 килограмм, прибыла в Торонто, чтобы в приватной обстановке получить свою первую инъекцию инсулина от Бантинга. За свою жизнь она получила около 42 тысяч инъекций и дожила до 73 лет. К 1960 годам ученые стали производить синтетический инсулин. Без использования животного материала. В 1978 году исследователи произвели первый синтетический инсулин с помощью генной инженерии и кишечной палочки. К тому же изменились методы использования инсулина. От шприцов к шприцам-ручкам, а затем к инсулиновым портам и помпам. К слову, растущая цена инсулина, которая в Америке увеличилась в два раза с 2012 по 2016 года, становится политической проблемой. Насколько много готов заплатить человек за лекарства, которое спасает ему жизнь. Если бы это должны были решать Бантинг, Бест, Маклеот и Колеб, они бы сказали как можно меньше. Наверное, это и есть их наследие. Хоть они и часто ругались, они все же сражались за то, чтобы их открытие было легкодоступным и спасло как можно больше людей. Надеюсь, ролик вам понравился. Не забывайте оценить его лайком и подписаться на канал. И включайте все уведомления от моего канала, чтобы ничего не пропускать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!